Такие модульные пункты в Пушкинском округе работают ежедневно. Выезжают не только в центр города, но и на городские предприятия. В подобных передвижных комплексах работает до пяти специалистов. В таких передвижных комплексах предусмотрено все необходимое. Главное, внутри логичная проектировка и все предусмотрено. Могу точно сказать, что по ощущениям здесь тепло. Главное закрывать дверь. Например, в этом кабинете сдают анализы крови на глюкозу и общий холестерин. Если мы пройдем чуть дальше, уже в этом кабинете, меряют артериальное и глазное давление. А если пройдем в кабинет чуть подальше, здесь уже сдают мазки. Как видите, тоже предусмотрено все необходимое. Также здесь проводят исследования функций внешнего дыхания легких и ЭКГ. После обследования доктора консультируют граждан по вопросам здоровья. Данные передаются в поликлинике по месту жительства пациента и хранятся в электронной медкарте на госуслугах. По каким-то изменениям каждый гражданин может обратиться к своему участковому терапевту для проведения дополнительных диагностических каких-то исследований, вмешательств, консультаций узких специалистов. И, собственно говоря, для проведения дообследования. Поход сюда похож на первый этап диспансеризации. С собой нужно иметь полис и паспорт. Желательно также быть прикрепленным к одной из поликлиник округа. Сами обследования занимают от 15 до 20 минут. Быстро обслужили очень хорошо. Я пришла, правда, подождала, там было занято. И сразу приняли и померяли. Но тут как-то такого огулиста нету, а только меряют давление. Потому что еще хорошо, порадовали, сказали, что нормально. Давление померили. Ноги гинеколога я проходила уже, поэтому не проходила. И с кардиологом побеседовала. Она дала рекомендации. Так у меня все хорошо. Всего передвижных пункта два. Во втором можно провести рентген-обследование. Так выглядит кабинет маммографии. За моей спиной портативный рентген-аппарат. Само помещение экранировано. Собственно, для этого есть камеры, чтобы наблюдать за пациентами. Желающие могут сюда прийти, чтобы в профилактических целях проверить свое здоровье. Количество желающих всегда разное. Например, при выезде на предприятие за четырехчасовую смену может захотеть обследоваться более 50 человек. Если речь про отдаленные территории, то от 20 до 30. Как вы поняли, такие ФАПы пользуются большой популярностью у жителей. Это отличный шанс уделить время своему здоровью. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. Новости Большого округа.